Практическая психология Коренной петербуржец Но с огромным удовольствием Путешествовать по всему миру Мы можем сказать, что ты не только игропрактик Но ты и писатель, и путешественник И что немаловажно У тебя еще появилось недавно две очень важные роли Какие? Муж и отец Отлично Это, мне кажется, прекрасная роль Для любого мужчины Ну что, осознанное общество Вот у нас Я думаю, что ты уже застал времена Или слышала о них Когда коллективизм Штука такая, все должны быть похожи друг на друга Если сказано Значит, все берут и делают И индивидуально В общем-то, сильно не должны люди выделяться Были Помним эти времена И спустя какое-то время Началась вот эта самая Индивидуализация То есть, как бы ты прекрасен Ты неповторим Ты можешь реализоваться так, как ты хочешь И никто тебе в этом не помешает Вот ты именно из этого поколения? Наверное, меня это Ближе к микрофону? Наверное, меня это в молодости застало Да, был такой максимализм И он же отражался в индивидуализме Таком Вот И на это сейчас смотрю Действительно Наверное, это откат такой некий Потому что Когда все похожи Это Ну, с моей точки зрения Как сказать Я за раскрытие потенциала каждого человека Чтобы каждый светился вот этой радостью Потому что, когда мы занимаемся любимым делом И получаем от него большую радость Мы очень радуем людей вокруг Вот А если Ну, как сказать Порядок в обществе такой, да Или коллектив такой Что всех приравнивают То это, наверное, такое Ну, как сказать Это подавление вот этого раскрытия потенциала И как Как практика показывает В принципе Многих лет прошлого Человек потом Совершает такой некий откат Да Всем, наверное, понятно Это слово Это простое слово И Потом Как сказать Становится Желание такое Превалирующее Показать Там Яркие перья То есть В другую сторону Вот Сейчас мы наблюдаем с тобой Да А может быть даже где-то активно участвуем В том, что Каждый человек вдруг осознает Что он Родился для счастья Классно Вот это ощущение счастья Например, когда я разговариваю С поколением бабушек и дедушек своих Там, да Мам и пап То Они честно говорят Что Ощущение Что ты должен быть счастливым Они даже никогда и не поднимали Этот вопрос Ты должен быть здоровым был И делать, как нужно делать Да То есть не выбиваться за какие-то определенные рамки Рамки, да Но мы с вами Уже то поколение Когда мы ищем это счастье ежедневно Ежеминутно Может быть там кто-то Разными способами Да Ощущения эти ищут И вот я бы хотела сейчас Вот раскрыть вот как раз эту тему Потому что Кто-то за поиском Счастья уходит, например В какие-то зависимости А кто-то Это мой путь как раз Был Так Да А кто-то Наоборот Пробует Другие направления Можно даже рассказать Свою предысторию Если ты хочешь Ну история у меня длинная Вот Она Как раз описана В книге Которую я Написал И соответственно Ну это было По литру водки в день Примерно Вопивание В зависимости От каких-то игр Компьютерных И Ну не очень Отношения были Со всем миром Можно так сказать Абсолютно верно В десятку Да-да-да Вот И коснувшись дна Пройдя это У меня уже начала Отказывать левая нога Был лишний вес Там Порядка сорока Там с лишним килограмм И я Оттолкнувшись Понял Что мне Такая жизнь Ну Слава богу Понял То есть Это вот Несчастье за несчастьем Оно Заставляет все-таки Задумываться И оно Продолжает нарастать До той степени Пока человек Не чувствует Вот я подчеркиваю Это слово Сейчас для меня Женщины это все понимают Потому что Чувственный мир Он превалирует Женская энергия Она божественная Она Сильная очень В чувственном порядке А мужчина Чуть-чуть по-другому устроен Я просто это стал Очень сильно изучать Учился Больше миллиона Уже вложил в свое обучение У разных Очень людей Тоже опытных Которые прошли Много трудностей И уже преподавал Много тренингов И Вот То есть Почувствовать Пока не почувствовал Да Что Вот так я больше не хочу Ну да Это не очень правильная Тактика Не отходить Вот этого От чего я не хочу Но ты понимаешь Что ты хочешь Чего-то другого Это желание Становится Таким жгучим Таким сильным Оно не сравнимо Ни с чем И ты начинаешь Ну Это Для сравнения Такая сила Что ты просто Автоматически Начинаешь находить Какие-то вещи Вот Я сразу начал Менять окружение Менять стиль Тот С которым я отдыхаю То есть Ну Вот это вот Алкоголь Это все Отвалилось Само собой Постепенно Я не говорю Что это в один день Случилось Но День за днем Все это Я стал гулять Больше ходить Потом заниматься На турниках Бегать Со временем Даже через год Начал бегать Пробежал Кстати Читая книжку Просто неосознанно В медитации Бежал По парку Пробежал Полумарафон 21 километр Просто так И я почувствовал Загораешься Зажигаешься И в принципе Это такая сила Вот кто проходит Этим путем То есть Путей-то много Но кто касается Дна И отталкивается Потому что Я практик в этом Я консультирую Как бы И соответственно То это Путь Потом Такого Восхода На пьедестал Ну Назовем его так Пьедестал жизни Да Счастья Как Ты сказала Это очень классно Вот То есть Человек начинает По-другому смотреть На Дальше я скажу Делиться То есть Это жгучее желание Вот Как в детстве Там Поляну с черникой Нашел Все сюда Ребята Все сюда Ты кричишь И ты заверешь всех Это классно Потому что Потому что хочется Поделиться этим Они тихонечко Там Я сейчас всю Чернику соберу Конечно Это кстати Вот модель Я в своей практике Разделяю Вообще Стояние людей На две И в том числе Своё На две Как сказать Категории Категории Вот Абсолютно Благодарю Это категория Недостатка Модель недостатка И модель изобилия Дефицитарность и изобилие Да Мы в литературе Можем такое действительно Встретить Да Ну это не новое И вот Мы сейчас С тобой попробуем Рассказать Как же прийти Вот к этому состоянию Изобилия Когда действительно Хочется делиться Да Это ведь тоже Своего рода Такой путь Потому что Если тебе нечем делиться То как бы ты Может быть И не хотел Да То ты не знаешь С чем поделиться Ну да А вот у тебя Например Оттолкнувшись Как ты сказал От однам И пройдя определенный путь Ты в это время Что? Наработал жизненный опыт И ты увидел Определенный результат И ты понимаешь Что этот результат Может быть И у других людей Которые попали В ту или иную ситуацию Очень похожую Например на твою Да Хорошо Вот когда Понимаешь Что ты идешь По этому пути Скажи мне Ведь вся вселенная Была за тебя Да? Да Безусловно И я начал Просто Вот это чувство Радости И счастья Оно Вот это Это наверное Не передать словами Это энергия такая Она очень серьезная Она умножается С каждым днем Ты вот думаешь Что вчера был Самый прекрасный день А ты на следующий день Еще испытываешь Что-то ярче Что-то радостнее Это как мед Так по телу растекается Это такое приятное чувство Такой доброты Ласки От всей вселенной От мира Вот В том числе Стал Этимологию Изучать слов Вот допустим То же счастье Которое мы Соберзбираем То есть Ну это Как бы Просто понять Что это С части То есть Быть частью Ну мне очень стало интересно А частью чего И я Вот тогда В процессе обучения У разных Специалистов Практиков Тренеров Дошел до Древних зданий Отстал их копать Там Это мне очень интересно Религиозные Всякие писания То есть я Вот я себе сейчас благодарен Что я не стал придерживаться Какой-то религии Какие-то вот Направления Каких-то там Сектантских Скать учителей Да Просто Просто Я стал Занимать Позицию Наблюдателя И со стороны Изучать И Знаешь что я заметил Я заметил Единое зерно Вот везде есть Единое зерно И это Оно Подсвечивается С помощью наших чувств То есть Где у нас радость идет Мы там На правильном пути идем Где мы свернули Чуть-чуть С дороги Не своей Мы там Начинаем испытывать Чувство низшей природы Что это такое Дискомфорт Дискомфорт Печаль Раздражение Злость Ревность И так далее То есть Ну все вот эти чувства Их можно погуглить Я кстати Как мужчина Не весь веер Это чувство испытываю Я гуглил Я их погуглил Они Удивительное Их количество Огромное Вот Вы женщины Можете все испытывать Мы женщины можем все испытывать А мы Процентов 10 Но тем не менее Я на своей В своей практике Встречаю все чаще Чаще мужчин Которые Да Пытаются смотреться Вот в этот мир Чувственный Да Пытаются Примерить И говорят что Боже От этого же Жизнь ярче становится Безусловно да Но мы так Созданы Я так понял Что Мужчина Он Когда формируется организм У него тестостерон Заливает Вот все эти Органы Которые отвечают За общение Эмпатию Там вот это все И для чего это надо Чтобы человек был Мужской пол Он отвечает За то чтобы Как бы защитить Женщину С холодной головой С холодной головой Обеспечить ее Защитить И мужчина Вот он счастлив Вот как я наблюдал За людьми Только если он Мужское свое Природу Вот он рожден мужчиной И он Мужской природе своей идет То есть он Отвечает Неким таким Функциям Функциям мужским Он счастлив тогда Только так может быть Женщина Если она раскрывает Свою женственность Она лебедушка Она такая вот Светет Красоту свою Дарит Мир Она Я пришел Кстати к очень Таким интересным Открытием Что сила Женщины Она в Заботе А сила мужчины Она в ответственности Отлично Мне нравится Благодарю Мне это тоже Очень понравилось И вот Когда ты Вошел в роль Мужей И отца Изменились Твои внутренние Состояния Изменились Твои какие-то Цели Задачи Нравится ли тебе Вот Все то Что происходит Сейчас в твоей жизни И как Вот этот Осознанный подход Тебе помогает Благодарю Классный вопрос Очень Приятный Ну Так сказать Чтобы Сильно Что-то изменилось Наверное Нет Потому что Вот Сам вот Путь Отношений Назовем их Ну Свободными Такими Да Когда Друг друга Люди любят Действительно Истинно любят Что такое истинно Значит Сейчас очень много Отношений встречаю Когда Женщина Любит Мужчину Но она просто Хочет Наслаждаться им Допустим Или его Материальной Какой-то Стороной Или его Силой Или Или Ее Идеалом В ее голове Но при этом Мужчина То есть Очаровывание И потом Следует за этим Разочарование Вот У нас с Анной Отношения развивались Очень интересно То есть Мы встретились Просто познакомились В каком-то В гипермаркете Продукты покупали Вместе Потом мы встретились В следующий раз Только через две недели Первый раз И у нас очень плавно Развивались Спокойно отношения То есть Без вот этого Взрыва страсти Без вот этого Взрыва Вот это цепляние Это Как я сейчас наблюдаю В принципе За развитие многих отношений Это самое Самое Правильное Я считаю Для человека Потому что Когда ты Вот Люблю Не могу Это Это про зависимость Это точно Про зависимость Вот сто процентов Сразу Женщина это чувствует Мужчина это Как бы Не осознает Не осознает Вот правильно Да То есть Не хватает Вот этого чувственной природы Вот начал говорить про счастье Почему Как раз это вот Цепляет вопрос Да И разбирает Этимологию Древние Вот эти знания Все Я пришел к тому Что Что такое Быть частью чего Быть частью Законов Вселенной То есть Жить по этим Знать эти законы Соблюдать их И быть частью Тогда ты счастлив То есть Есть некие законы Вселенной Это широкая очень Тема такая Вот Но опять же Они простые То есть Это Как сказать Следить за своим телом Следить за своим Эмоциональным состоянием Очень важно Вот Мне очень понравилось Посчастливилось У Брайана Трейси Вживую Получится Вот он говорит Мы подстригаем Сад своей розы Выкорчевываем сорняки Выбрасываем их Да Вот цветочки Красивый газон А почему мы за головой Свои так не следим Плохие мысли Постоянно какое-то цепляние Ревность Злость Критика Критика На дороге едем Кого-то подрежем Не пустим Да Вот я проеду Лучше же Другая сторона То есть Тут получается Ты сделал Плохо себе И другому И двоим плохо Двоим единиц Если просто Вот посмотреть на это сверху А ты хорошее кому-то сделал И тебе хорошо В любом случае Человек тебе благодарит И человеку такая радость И наше общество Оно начинает потихонечку меняться Потому что Согласна с тобой Я вот каждое утро Играю В пять Спасибо Ой Мне нравится Потому что я водитель уже Со стажем И вот я вижу Когда кто-то Прямо пытается Ему надо проехать Я обязательно Прямо так останавливаюсь И потом считаю Сколько же мне раз Спасибо сказали Мне эта игра Очень нравится Вот и практика Вот и практика Как раз Это абсолютно простые Я Как пришел К такому Заключению Это больше Меня подвела Жена помогла И это ее выражение Что просто От слова рост А сложно От слова ложь Жить просто Счастливо И радостно Так вот вернемся еще к вопросу Я поняла Что ты стал частью Семейной системы Где ты открываешься Где ты учишься Где ты много чему сам Обучаешь и даешь Да Уже теперь уже Следующему поколению Вот Чем отличается Жизнь холостяка Да На осознанном Вот уровне Сейчас От жизни Мужчины Который несет ответственность За ту семейную систему Которую он создает Ну Как я уже Сказал предыдущий Что сила мужчины В ответственности То есть Многие из нас Мужчин Думают Что они Женившись Перестанут ходить Там По дискотекам Или отдыхать С друзьями И тем самым Получат меньше свободы Это такое Полузакрытое сознание На самом деле Сознание Оно вообще В древних трактатах До этого дошел Что оно не наше Оно нам Как сказать Оно вне нас Существует И присылает нам мысли И мы должны выбирать Вот эта сила Внимания Это самая главная Энергия Человека В жизни Внимание Что мы Отдариваем вниманием Почему Откуда выражение Куда направлен фокус Туда чуть-чуть энергии Это простое выражение Все это знают В принципе Многие И многие практикуют Абсолютно верно Да То есть Соответственно Если пришло Вот ты едешь на машине Пришла Пришла мысль Подумать о ежике И если ты ее Кормишь вниманием Ты отдаешь ей Ты начинаешь тратить Свою жизненную энергию Просто жизнь Вот этот отрезок Вот И соответственно Я как бы Отчетливо понял С помощью своей супруги Она тоже осознанная Психолог Она Игропрактик Она очень Много поддерживает И мы вместе Тоже консультируем Есть такая методика Как сделать из мужчины Миллионера из мужа Соответственно Вот эта вот Поддержка Когда жена Не Ну скажем Таким сленговым Наверное словом Не очень хорошим Пилит мужа Вот Один раз можно Наверное Вот То соответственно Муж и начинает Ну он не чувствует Вот этого фундамента Заботы Любви в семье И он как-то ищет его Вовне Может быть Уходит в какую-то работу Может какие-то зависимости Игры там И так далее Вот А когда женщина Кстати Очень много силы Нужно женщине Чтобы стать слабой Если женщина сильная Потому что Ну женщина сильнее Энергетически просто Почему я и сказал Что это божественная энергия Потому что Она Богиня Вообще Женщина Мопа Светов Кстати Мудрость твоей супруги Я ее хотела пригласить На программу Она сказала Нет-нет Я сейчас вся в семье Вот И конечно же Я говорила Я хочу потом Зовет твоего супруга Она говорит А вот супруга Да Можете Вот видите как Она бесподобна Постоянно Я Вот честно Возвращаясь К отношениям Независимым Как мы познакомились Я скажу Что я с каждым днем Все больше в нее влюбляюсь И мне все больше Хочется ей дарить цветы Ухаживать Это к тому слову Что там Некоторые из моих Клиентов Гостей Говорят Что Ну смотри Ученые же доказали Что любовь Три года Максимум Ну это настолько вот Лукавство вот это Со стороны системы Большое Потому что Мы сами творим Свое счастье Свою любовь И смотря вот на эти отношения Когда ты просто Все начинается С честности Перед самим собой Ну вот сейчас Я вообще Я окрылена Вашей историей Да Но с точки зрения Психофизиологии Я понимаю Вы вошли В отношения В такой В такой период Гормональный Когда у вас Да Началось Знаешь С привязанностью Это же редко Когда бывает Чаще всего бывает Что страсть Потом вот это состояние любви А потом уже Дай бог Если доживут люди Да Вот это Такая глубокая Привязанность А вы Стартанули с финишной Понимаешь Так что у вас еще впереди Очень много интересного И увлекательного Благодарю Куда уже Можешь думать И вот это состояние Вот этой глубокой Привязанности Следования Рядом друг с другом Да Это ведь может Десятками лет Тянуться Понимаешь Это же такая прелесть Ну Абсолютно с тобой согласен Меня очень радуют Твои слова Благодарю Это очень приятно И Больше скажу Наверное Что мы Ну под контролем Это держим просто То есть Важно Вот этот огород Опять же Его Следить за ним Просто И все Ведь у каждого из нас Есть такой эмоциональный счет На который мы кладем Либо кладем Либо забираем Опять возвращаясь к этому Модели изобилия Или Недостатка Дефицитарности Вот То есть Если ты От изобилия идешь Ты задумываешься Как Обнять Как Вот что подарить Как сделать Так вот Твоя цель Простая она Она не сложная Она простая Чтобы человек улыбнулся Чтобы он улыбнулся Глубинно В душе улыбнулся Неформально Да Чтобы ему действительно Стало хорошо Вот это твоя задача А не такая задача Что просыпаешься Вот здесь Дефицитарность С другой стороны Это Как бы меня обняли Хочу Почувствовать хорошо Хочу любви А мы-то Дайте 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 Все это просто Дайте Или возьмите То есть все Все просто Просто от слова Рост И соответственно Как прийти в эту модель Как их различать Вообще Как контролировать Очень просто Просто обратить внимание Внутрь себя Есть абсолютные признаки Мы их только что Ну как сказать Озвучили Озвучили Да И Это отражается Во всех Абсолютно Во всех Поведенческих Как сказать Типах То есть во всех Отраслях жизни Опять же за рулем Очень отражается человек Если он Цель ставит Пять спасибо С утра Это сразу же Модель изобилия То есть Ты по-любому Прямо цель ставишь Эту Если ты неосознанно едешь На автопилоте Потому что режим автопилота У сознания есть О да Это мы видим Каждый день Да-да-да-да Безусловно Люди не понимают Как они оказались Там на работе Не помнят путь Не помнят вообще ничего Что это такое Это просто сливание Этой энергии То есть ты В принципе А жизнь Вот мы можем Стариков послушать Это мгновение То есть Любой скажет Что вчера я только В школу пошла Родилась Да Или родился А жизнь уже пролетела Да-да-да То есть это Надо очень Ценить Вот важно Важно не надо А важно ценить То есть Надо это каждый Для себя определить Я думаю Как ему жизнь проживать И когда надо Потому что мы же знаем Что например Вот даже к теме Осознанности Каждый приходит В определенном возрасте Мы видим сейчас Молодое поколение Которое Уже закончив школу Очень осознанно Делает выбор Да Для себя А мы видим И опять-таки Людей Которым там Тридцать Сорок Плюс И они до сих пор Еще не Пришли к этому Состоянию О это Согласен Собо Абсолютно Поддерживаю Потому что Действительно Поколение Сейчас прекрасное Новое И смотришь И удивляешься Насколько Можно быть осознанным В таком возрасте Действительно Замечаешь Бывает даже не 30 Я тебе скажу Даже стариков Которые просто Сужены сознание То есть Они ленятся Просто Сказать себе Что Вот мир Весь передо мной Я пойду Там погуляю Даже Нет То есть Это Такая Некая внутренняя лень Вот Очень интересно Я тоже Секунду Отойду Нашел Определение депрессии Что сейчас В общем Большой процент Людей страдает Этим состоянием Да Я же тоже С этим сталкиваюсь Одна кухня И соответственно Это Раздутая мания Величия В квадрате Интересно Такой трактовки Еще не слышала Это когда Ты думаешь Что ты больше Чем мир Но мир Тебе не отвлечает Взаимностью Да И оттуда Глубокая гроздь Никто меня не понимает Никто Меня не оценивает Все мне должны Меня должны восхвалять А меня никто не восхваляет И у меня депрессия Я страдаю от этого Я ничего не хочу делать И не буду И не буду Да Сделайте за меня Ну здесь мы тоже с вами Сразу же сделаем Опять сносочку Я как психофизиолог Да Что вот мы сейчас говорили Про такие состояния Это когда это не Органическая депрессия Да То есть когда человек Как-то может сам повлиять Да Но мы знаем Что есть в практике Такие истории Когда организм работает Таким образом Что человек может И рад бы выйти Из этого состояния Но гормоны работают Совсем не в том режиме В котором необходимо Да И поэтому человек Не чувствует Вот эту самую радость И вкус жизни То есть везде есть Везде есть вот эти Маленькие нюансы Да Которые мы должны С вами исследовать И когда мы будем Говорить такому человеку Эй ты давай Сбодрись Да То он как бы Не хотел сподриться У него Это может не получится Ну да Заставлять Добром мешка Добром Мешком добра по голове Как говорит Анна Моя супруга Давать не нужно Но опять же Я глубже пошел Уже давно И задавался вопрос Задаю сейчас И копаюсь Смотрю Что первично Да Я вот дошел Я говорю Что очень интересно Что сознание Оно Влияет на тело Древнее писание То есть оно Это не мы Оно выше Это эфемерное Такое Да Что оно И мысли Если проследить Я на себе Это как бы Испытывал То есть Заводишь дневник И пишешь Что ты думаешь Какие мысли тебе приходят И я Просто смотрю Я думал так Через день Я думаю по-другому Уже в этом же Абсолютно А потом мне подсылается Вообще третье Бывает Себя же Что ты сделал Себя же обвиняешь Оно себя То есть ты себя же Принижаешь Сам же Это сознание То есть Я не хочу этого Я не хочу эти мысли Каждый из вас наблюдал Не раз наверное в жизни Что мысль навязчивая Вот песня крутится И все Да Это все Вот Хорошо Алексей спасибо большое Какие можно книги почитать Что можно посмотреть Вот что ты любишь Прямо у нас с тобой Минутка осталась Посоветую всем Книгу Которая изменила мою жизнь Это Сенсей Называется Такая легкая Художественная Сенсей Сирия книг Пять книг Там Анастасия Новых Автор Вот Это Прям Есть еще Книга АЛЛАТРА Ее же Анастасия Новых Вот Это некий фьюжн Наверное Потому что я тоже Прочитал Не одну библиотеку Вот Это тоже фьюжн Это моя книга Исполнитель желаний Там тоже Про то Как правильно Вот эти вот Законы вселенной Соблюдать Чтобы у тебя Желания исполняют Чтобы ты Жил жизнью Какую хотел Здорово Спасибо большое За подарок Благодарю За приглашение Вообще На такое прекрасное интервью И очень интересные вопросы Очень-очень приятно Фильмы Наверное Обучение Скорость обучения Она меняется И скорость Позволяет учиться В ютубе Прямо в точку бить Ты хочешь что-то научиться Я так дом построил Я вообще ничего не умел Ни электрику Ни водопровод делать Ничего У меня на ютуб канале На моем Есть видео Как построить дом Из бытовки У нас стояла бытовка И я за месяц Построил дом С пристройкой И мы там прожили С ребенком Все лето Купались Ходили за грибами За ягодами И потом продали Это дом У нас сюда Вот Так что Просто мы телевизор Не смотрим Уже лет 10 Наверное Вот И соответственно Хорошо Зато книги Спасибо большое За сегодняшнюю Нашу программу Это был Алексей Бородин Игропрактик Путешественник Писатель Муж И счастливый отец Спасибо Удачи Это была программа Практическая психология Всем любви Счастья И добра Благодарим